Я потратил 24 часа, чтобы стать максимально богатым в Minecraft Hardcore 1.19. И это было непросто. Я добуду кучу алмазов, Назарита, создам Тридхул жителей, залутаю Энд, построю ферму опыта, чтобы стать богатым, сделаю 4 мейка, построю ферму тотемов и вау, я богат! И перед началом поставь лайк и подпишись на канал. Илон Маск, Билл Гейтс, Мистер Крабс. Что объединяет этих людей? Богатство? Прямо сейчас у меня в инвентаре есть 4 алмаза и 10 стейков. Спасибо большой коровы, эта еда поможет мне стать богатым. И для начала нужно распределить всё по пунктам. И первый пункт алмазы, второй Назарит, третий жителей, четвёртый Энд, пятая маяк и шестой пункт тотемы. Ну и начну я с алмазов. Я нашёл эти алмазы, но их здесь мало. Да, их здесь очень мало. Ух, ещё алмазы и одна штука. О нет, целых две штуки. Вау. Профессиональная Minecraft стратегия. Ух, а вот и первые. И у меня уже 18 штук, но этого всё равно мало, чтобы стать богатым. Великолепно. Ещё алмазы. И уже целых 29 штук. Ух, превосходно. Великолепно. Упс. Невероятно. И первый стак алмазов есть. О нет, моя кирка скоро умрёт. Мне срочно нужно скрафтить новую алмазную кирку. И также зачаровать её на эффективность 3. И всё. Коробки идите-ка сюда. Овцы тоже идите сюда. Дубль 2. И удачи 3. Великолепно. Эффективность 4. И прочность 3. Эта кирка даже лучше, чем моя предыдущая. Но удача, ведь у меня была удача 2. А здесь целая удача 3. Превосходно. Теперь можно вернуться в шахту. Второй стак алмазов есть. Превосходно. Три стака из 16 алмазов есть. Мне этого должно хватить. Алмазы складываю вот в этот сундук. И я хочу зачаровать какой-то предмет из своей брони. Это либо сапоги, либо нагрудник, либо шлем. Сапоги. Нет, пожалуй, не сапоги. Нагрудник. Ха-ха-ха-ха-ха. Шлем подойдет. И защита 4, прочность 3. Прекрасно. Алмазы есть. Теперь пришло время для второго пункта. А именно, Незерит. Погнали в ад. Ой, здорово, ребятка. Хай. Пай. Опа-на. Здесь есть бастион. Прекрасно, но лутать я его сейчас не собираюсь. И где-нибудь вот здесь вот я сейчас начну копать на 13-ю высоту. Ведь именно на такой высоте хорошо добывает Незерит. А вот и 13-я высота. И кварц я тоже буду добывать, потому что кварц используется, во-первых, в крафте наблюдатель. Наблюдатель это механизм, который мне понадобится в дальнейшем. А также кварц это уровень, чтобы мне потом зачаровывать свои предметы. Первые два обломка. Третий обломок. И еще два осколка. Еще обломок. Еще два обломка. 16 обломков есть. И мои две кирки уже вот-вот умрут. Это нужно исправлять. Кладу обломки на пережарку. И пока они готовятся, зачаровываю себе ботинки на огнеупорность 4. Я не хочу, поэтому потрачу вот так вот. Прочность 3 у накрутника. Попробую взять. И защита 4. Прекрасная броня. А вот ботинки надо бы перезачаровать. И он мне дает взрывоустойчивость 3. Это опять не то, что мне надо. И прочность 3. Попробую взять. И только прочность 3. Ладно, это лучше, чем ничего. Теперь мне нужно починить две моих кирки с помощью алмазов. И потратить на это чуть-чуть уровня. Забираю получившиеся незеритовые ломы. Превращаю их в незеритовые слитки. Крафчу стол кузнеца. Бам. И переделываю свою вот эту кирку на удачу 3 в незеритовую. Также делаю себе незеритовые поножи. Нагрудник и шлем. И у меня уже почти фулл незеритовая броня. Остались лишь только ботинки. Ну и теперь с незеритовой киркой я сейчас продолжу добывать незерит. Первые 3 обломка. Еще обломок. 25 обломков мне должно хватить. Пережаривайтесь. Крафчу себе новый топор. Алмазную мотыгу. И также алмазный меч. И теперь я хочу слить весь свой 41 левел. И зачаровать все новокрафченные инструменты. Начну с меча. Астрота 3. Неплохо. И разящий клинок 3. Неплохо могло было быть и лучше. Алмазный топор. Шелковое касание и шелковое касание. И алмазная мотыга на прочность 3. Эффективность 4 и шелковое касание. Неплохо. Однако я сейчас подумаю, что нет. Шелковое касание у меня здесь не нужно. Начну с ботинок. Что вы мне предлагаете? Пододобная ходьба 3. Возьмем и... А на мече? Отдачу 2. Ну говно меч. Да, конечно 100 зачарований. Это не зачарование, а полное разочарование. Забираю весь незаритовый лом. И создаю 4 слитка. И еще 2. Теперь превращаю свой меч в незаритовый. Топор тоже незаритовый. Ботинки тоже. И также... Эти 2 незаритовых слитка я скорее всего потрачу себе на еще одну кирку. И потом на лопату. Весь кирок у меня будет 2. Одна на удачу, другая на шелковое касание. Пока что у меня есть из этого только удача. Но это лишь вопрос времени. Теперь когда у меня есть незаритовые вещи. И еще можно заняться жителями. Только скрафчу себе лопату получше. И также мне потребуется для своего, так сказать, рейдхола. Немного липких поршней. В крафте липких поршней используется слизь. И здесь у меня вроде бы чуть-чуть была. Была-была-была. Да, у меня слизи была. Крафчу себе 20 обычных поршней. Готово. И теперь объединяю их со слизью. Теперь мне потребуется еще немного люков. Беру сразу рельсы. И скорее всего для перевозки жителей мне понадобится несколько лодок. Крафчу себе 7 столов лучника. Книги. 4 книжных полки. 4 кафедры. Также нужно немного рычагов. Повторителей. Комплект трейдхольщика готов. Отправлюсь я за жителями вот в то поселение, которое находится за этой горой. Теперь нужно подготовить место для этого трейдхола. Оно будет в горе. Превосходно. Такого помещения мне должно хватить. Теперь нужно сделать отсеки для жителей. Сюда сразу люки. А вот сюда поршни. На которые люки. И проверка работает. А, стоп, я неправильно сделал. Нужно их ставить ниже. Вот так вот все работает отлично. И теперь нужно сделать то же самое со всеми поршнями. Отлично, каждая ячейка готова. Теперь необходимо вот здесь прорыть такую штучку. С помощью которой будет идти заражение от зомби. Отлично, здесь будут ходить зомби, которые будут их заражать. И он будет заражать их в том случае, когда поршень будет опущен. Теперь сюда ставим столы лучника сразу. Теперь нужно проделать вот такие вот дырочки. Так, теперь все плюс-минус готово. Осталось лишь проложить рельсовый путь сюда. Вот такая схема. Вот сюда я буду привозить жителя на лодке. Я буду сбивать лодку. Он будет потом садиться в вагонетку крутящуюся. Вот здесь вот. И затем я по нажатию рычага буду отправлять его в трейд-холл. Иди сюда, мой миленький-маленький. Отлично, дружище, мы почти у цели. И бамс. Так, теперь ты должен сделать то, что ты должен сделать. Давай. Великолепно. Вот так. Пам. Пошел, 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 пошел. Молодец. Упс. Вот это я не продумал. Стой! Не-не-не, ну куда ж ты пошел? Стой. Сядь лодку. Так, давай. Опа, пошел. Давай-давай-давай. Сейчас все получится. Я в это верю. Да елки-палки. Так, дружочек, пирожочек. Прыгай в какую-нибудь ячеечку, любую. Тебе понравилось, я в этом уверен. Так, и ты у нас, по идее... Пам-пам-пам. Хай. Опа-на. Молодец. Поедешь со мной теперь. Садись в вагонеточку. Красавчик. Нет. Я хотел по-другому сделать, ну ладно. Хай, житель. Наконец-то ты стал лучником, дружище. Так, а ты и ты тоже лучник. Великолепно, завозим остальных. И бамс. Бамс. Бум. Все, лучники собраны. Больше лучников мне не потребуется. Теперь мне нужно в аду найти адскую крепость и нафармить как можно больше блейзовых палочек. Ведь они нужны для зельеварения. Но прежде чем отправиться в ад за блейзовыми палочками, нужно собрать позрелый урожай пшеницы. Ну и вот насколько уже расширилось мое поле. Я могу его, конечно, расширять и дальше, ведь семян у меня предостаточно, но я не вижу в этом необходимости. Теперь я хочу покормить коров. И также овец. И остатки пшеницы переделать в хлеб. Ведь мяса у меня сейчас катастрофически мало из-за нерационального использования коров. Вот теперь можно отправиться в Незер. Великолепно. Теперь нужно лишь найти крепость. Пойду я вот туда. А вот и, наконец-то, крепость. Теперь нужно не свалиться в лаву. Так, и супер-мега-лодка-дроп. Yes. Новое достижение чертоги страха. А. Ну и также было бы неплохо найти сейчас сразу адский нарост. Визор-скелеты. Это не то, что мне надо. Опа-на. А вот это то, что мне надо. И еще. Оба-блейз. И первый стержень. Второй стержень. Ух ты, пух ты, сколько вас там, друзья. Здорово, дружище. Ты, по-моему, немножечко жертва генерации. Опа-на. Спавнер. Мне нужно около 16-20 штук. Примерно как-то так. 18 стержней мне должно хватить. Но прежде чем отсюда уходить, я хочу добыть грибочков обычных. 21 штуки мне хватит. Теперь можно возвращаться домой. Сразу крафчу себе зельеварку. Заполняю бутылочки водой. Заправляю зельеварку. Теперь создаю маринованные паучьи глаза. И делаю зелье. И 12 зелек слабости готово. Мне этого хватит. Теперь я возьму стак рудного золота и чуть-чуть лазурита. Золото в печь. А лазурит я хочу потратить на зачарование. И для начала меч. Заговор огня 2. Бэ. Спать. Золотые яблоки крафтить. Коров кормить. И к жителям бежать. Здравствуйте, жители. Добрый день, мои хорошие. Итак, я полагаю, мне нужно расширить этот трейдхолл. Потому что кроме лучников у меня здесь больше никто не вмещается. Вот такой вот длины мне должно хватить. Теперь нужно создать вот такие же комнатки по всей длине этого коридора. И также сделать вот этот вот замечательный механизм. А потом уже загнать туда жителей. И так, все жители есть. Теперь нужно раздавать им профессии. Мне необходимо 3 фермера. А эти жители у меня будут библиотекарями. Теперь, чтобы начать торговлю, мне необходимо всех жителей заразить, дабы у них снизились цены. И чтобы мне это сделать, мне нужно найти зомбака и посадить вот туда. Осталось лишь найти этого зомби. Ты не зомби. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это, по-моему, немножко... Ээээ... Много зомби уже. Ха. Ха-ха. Ну вот и все, дружище, ты пойман. Так, и теперь нужно начать заражение всех жителей. Отлично. Теперь у каждого жителя максимально низкие цены. И меня это очень радует. И... Починка. Ничего не делая, сразу же починка. Прекрасно. Великолепно. Только мне срочно нужна книга. Прекрасно. И... Бам. Прекрасно. И теперь мне нужно выбить книги на добычу, на прочность и также на эффективность. Это самые полезные книги, которые существуют в этой игре. Ну и также можно добыть книгу на защиту 4. Ну и чтобы это делать, мне просто сейчас предстоит очень разнообразный геймплей. А именно просто переставлять кафедру. Сюда-сюда. Эффективность 5. Прекрасно. Бабам. И прочность 3. Великолепно. Нужно зафиксировать. И как раз таки здесь еще и книжные полки. Прекрасно просто. Сила 5. Неплохое зачарование я возьму. И... Добыча 3. Тоже прекрасное зачарование. Надо взять, только у меня нету изумрудов. Но это быстро исправляется. И еще. Кстати, почему-то здесь цена... Цена откатилась. Хз, почему? Ну ладно. За один проход больше стака изумрудов. Это просто прекрасно. Бамс. Хм. Невесомость 4. Это очень полезное зачарование, которое очень редко выбивается. На столе разочарование. Поэтому я его возьму. Хочу попробовать раскачать вот всех вот этих вот жителей. Посмотреть, вдруг у них попадется эта самая защита 4. Если нет, то тогда придется сделать еще одну капсулу для нового жителя. Хотя нет. Изумруды кончаются слишком быстро. Легче будет сделать сейчас просто новую капсулу для еще одного жителя. Здесь не будет механизма, потому что у меня нет необходимости понижать ему цену. Здорово, дружище. Мне от тебя нужна защита. И защита 4 тоже есть, только у меня нету изумрудов. И бабамс, готово. Библиотекари расторгованы. Теперь нужно расторговать фермеров. Ведь у фермеров можно пить золотую морковь. А золотая морковь это, наверное, лучшая еда в игре, которая мне необходима. А еще мне необходим сундук. Так, домик прости. И тадам, золотая морковка по сверх выгодной цене. Теперь я хочу потратить эти изумруды и купить себе 3 еще книжки на починку. И пару книжек на прочность. Пока что такого количества мне должно хватить. Ну и куплю себе еще немножко еды. Теперь я хочу еще раз попробовать зачаровать свой меч на столе за разочарование. И отдача 2. Попробуем добыча 3 и бить члене с тоноги. Так, прочность, ну... И он мне предлагает добычу 3. Ну ладно, попробуем. Нифига, отдача 2. Старта 4, заговор огня 2 и добыча 3. Сюда еще прочность и починка. И это топовый меч. А, ну еще и разячий клинок, но это уже потом. Теперь хочу попробовать быстренько зачаровать себе топор. Эффективность 4. Давай. И просто эффективность 4. Ладно. Теперь я хочу зачаровать себе ботинки на невесомость, защиту, прочность 3 и починку. И у меня почти не осталось уровня. Здорово. Ну и также, чтобы не потерять свои поножи, мне необходимо зачаровать их на починочку. И возможно мне еще хватит уровня, чтобы накинуть на меч прочность. И... да. С жителями я разобрался. И следующий пункт это энд. Однако, чтобы идти в энд, мне необходимо сделать ферму пороха. Чтобы впоследствии скрафтить фейерверки. И когда я найду элитры, я смог путешествовать на этих элитрах. Ведь без фейерверков я буду как лошарик в энде. Поэтому мне сейчас просто необходимо сделать ферму криперов. Строиться она не очень сложно. Все редстоуновые компоненты у меня есть. Камень у меня тоже есть. Но мне нужно скрафтить люки. Ну и чтобы скрафтить люки, мне нужно нарубить очень много елки. Конечно подойдет любое дерево, но елки самый оптимальный вариант. Потому что их рубить легко и это перспективно. Люков мне понадобится где-то 15-20 стаков. Ну и... за работу. Крафчу себе люки. Беру остальные ресурсы. И вперед искать место для фермы. Она должна стоять в океане. Ну думаю вот здесь вот хорошее место. И... И вот эта штучка. Прекрасно. И теперь мне нужно чуть-чуть баф и кашлять, чтобы накопилось как можно больше пороха. И сколько же пороха я накопил? Угу. 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 Нормально, мне этого точно хватит. Больше в принципе и не нужно. Теперь мне необходимы эндер-жемчуги. Дабы потом скрафтить очи эндера. И найти уже стронг холл. Поэтому... Бамс. Бум. Бом. Бим. Бум. И... Бадамс. Эндер-жемчуг. И 13 эндер-жемчугов есть. Теперь надо подождать пока он обновится. И теперь покупаю еще. 17 штук мне точно хватит. Также мне потребуется в Энде книга на починку. И книга на прочность, чтобы сразу зачаровать свои элитры. Еще я хочу себе купить лук на прочность 1, а также побольше стрел. Хватит. Нет, не хватит. Вот теперь хватит. Накладываю на лук зачарование сила 5. Кравчу себе новую наковальню. И также переделываю 14 эндер-жемчугов в 14 очей эндера. Кравчу себе фейерверки. И теперь я готов отправиться в энд. Мне в ту сторону. О, он повернул назад. Все, он вниз полетел. Опа-на. Осталось лишь найти эндер-портал. Радуйте. До свидания. Вау, плюс еще один эндер-жемчик. Неплохо. А, вон он. Нифига. Озер-сайз здесь. Ты пошел в жопу. Бум. Let's go. И новое достижение. Конец. Ну нет, не конец. Парам-папапапам, дратуте. Так, теперь мне нужно уничтожить кристаллы. А ты, дракоша, не мешай мне. Минус. О нет, ты, по-моему, плюнул, да? Зараза. Не плюйся тут. Найс. Так, аккуратненько ломаю эту решеточку. Опускаюсь и... Бам. Так, здесь есть вот этот вот. Бамс. Изи. Давай. Yes. Найс. Давай, 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 давай. Нет, это не перспективно стрелять отсюда туда. Это надо как-то по-другому делать. Так, здравствуйте. Не бей меня, ёлки-палки. Вот, блин, наблевал ещё здесь. А ну, давай, убирай это. Хватит блевать ты сюда. Что ж у тебя за манера такая пошла? Хотя... Оп. Оп. Опа-на. Не бей. Бамс. Прекрасно. У тебя больше нет кристаллов, лошарик. Ты иди сюда. Давай, давай, садись. И... Да. Дракон побеждён. Море опыта. Сюда. И новая ачивочка. Освободите энд. Всё. Да, всё. Прекрасно. Яичко нужно забрать. Обязательно. Бамс. И новое достижение. Новое поколение. За поисками элитр. Фух. Let's go. И есть ли здесь что-то? Нет. Здесь абсолютный нуль. Аккуратно только. Ух, как страшно строиться с такой скоростью. Так. И вот я на этом острове. И... Попом-попом-попом. Корабль. Великолепно. Сейчас сразу будут элитры. Это просто прекрасно. И... Докинули я пёрну. Да. Да-да-да. Врываемся. До свидания, шалкер. И... Идите сюда. И новое достижение. Где твои крылья? В инвентаре они у меня. Снимаю и сразу их чарю, чтобы не потерять. Починочка и прочность. Прекрасно. Одеваю. Что здесь? Вот это я заберу. Зелье исцеления. Я бы взял. Ты чё? Ай. Ты куда слился? Отдай. Я хочу себе сразу скрафтить шалкер, чтобы было удобнее и инвентарь был чище. Бам-бам. Первый шалкер готов. Что за негостеприимство это? Вот это сюда. Это сюда. Зельеварки лишними не бывают. До свидания. И я хочу ещё забрать отсюда голову дракона. Ту, какой я теперь страшный. Такс. И дратуте. Здесь алмазный меч на страту 3. Возьму, потому что он алмазный. Почему бы и нет? Нифига тут. Прикольно. Седло. Всё буду брать. Такс. Ой-ёй-ёй. Дратуте. Так, эту часть я заултал. Добрый день. Что в сундуке? Золото, железо. Забираю. И семена свёклы. У меня уже 15 панцирев шалкеров. В принципе, я могу уже отсюда возвращаться. Только надо найти портал, в какой он стороне был. Так, вроде бы вот в той. Залечу я в него или не залечу? Залечу. И до свидания. Здравствуйте. Не ожидал я здесь появиться, но да. Мне нужно домой. Мой дом. Как же кайфово летать с элитрами. Это просто прекрасно. Теперь, когда я немножко освободил свой инвентарь, мне нужно вернуться обратно в энд и построить ферму опыта. Основанную на эндерменах, конечно же. Для этой фермы мне понадобятся листва. Много листвы. Какие-нибудь полублоки и коврики. Ресурсы лёгкие. Ну что же, сама ферма готова. Однако, чтобы она зафункционировала, мне необходимо сейчас сделать эндермита. Вот здесь вот он должен будет сидеть. Теперь вот на эти два блока мне нужно поставить рельсы и начать делать вот так вот бесконечность, пока не призовётся. Да, 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 он появился. Тебя будут звать Фиолетыш. Нет, дурак. Фиолетыш, блин, дурак. Ты тупой. Теперь мне придётся возвращаться домой за ещё одной биркой. Да, круто. Фиолетыш, блин, только упал, а здесь уже целая орда эндерменов. Ну и, конечно, мне надо намечить зачарование разящих клинок, потому что без него очень тяжко. Бирка есть, теперь точно всё должно получиться, я в этом уверен. Возможно, у вас возникает, кстати, вопрос, откуда я беру бирки. Бирки продаются у библиотекарей. Так, ну и давай, Фиолетыш, будем с тобой мучиться. Почему я в прошлый раз запаниковал? Потому что на моей броне где-то, 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 где-то вот... Нет, я думал, у меня на моей броне шипы, а у меня на броне нет шипов. Мадам. Это уже называется... Это уже называется... Сядь в вагонетку. Не сопротивляйся, ты будешь работать на благо моё. Ты поможешь мне стать богатым. Момент истины, давай. Бам. Так, и, по идее, сейчас всё должно заработать. Да, они начинают спавниться, и да, они бегут на него. Нет, прямо сейчас убивать этих эндерменов невозможно, так как на моём мече нет зачарования разящий клинок. Поэтому что нужно сделать? Нужно вернуться домой и сделать жителя, который мне продаст разящий клинок. Вот решение проблемы. Ну что же, дружище, становись библиотекарем. И теперь давай-ка мне разящий клинок 3. Вместо разящего клинка мне удалось выбить остроту 5. Она мне тоже нужна, ведь на моём мече 4 уровня острота, а 5 не представляется возможным зачаровать без книжки. Поэтому я это зафиксирую. Бамс. Но теперь мне нужен ещё один житель уже для разящего клинка. И разящий клинок 3 есть. Цена у него неимоверная, но я беру. Я хочу себе купить 3 книжки на эффективность 5. 5 книжек на починку. 5 книжек на прочность 3. 1 книжку на остроту 5. И ещё 2 книжки на починку. Лишними точно не будут. Накладываю на свой меч разящий клинок 3 и остроту 5. Ну и здравствуй, ферма. Сейчас посмотрим, как ты работаешь. Да, с разящим клинком намного лучше. Теперь я просто хочу быть мега крутым и накопить сотый уровень. Ну что же, я даже немножко переборщил. И у меня сейчас 110 левел. И теперь я считаю себя очень крутым. И всё, можно в принципе уходить из энда. И теперь я хочу дочаровать свои инструменты. А именно на лопату положить прочность 3. А на мотыгу положить починку и тоже прочность 3. И теперь ещё один пункт моего плана завершён. Следующим пунктом я хочу себе сделать 4 маяка. И чтобы всё это провернуть, мне необходимо выбить 12 черепов визор скелетов. И затем убить 3 визора. Ну и не стану медлить, вперёд в Незер. Ес, сразу 2. Отлично, уже 4-ый. Отлично, 5-ый. 6-ой. 7-ой. 8-ой. 9-ый. 10-ый. 11-ый. И 12-ый! Ура! Всё, можно отсюда сваливать. Осталось лишь призвать и убить этих визоров. И делать я это буду в своей навороченной шахте. Вот я и на нужной высоте. Это алмазный уровень. И я хочу призвать визера в тоннельчике. Чтобы, ну возможно, ещё и алмазиков найти. Думаю, вот такой вот линеечки хватит. Теперь нужно призвать самого визера. И бамс. И новое достижение. Чудо-юдо. Погнали. Минус 1 визор и сразу плюс звезда. Бамс, бамс. И минус 2 визор и сразу вторая звезда. На алмазов он, к сожалению, уже... Он их нашёл! Нифига! И у меня осталось ещё 2 визора. Вот такой вот длины мне хватит 100%. И теперь... Бамс! И третья звезда. Иди сюда. Прекрасно. Жесть, у меня даже ресурсы уже не помещаются в адвентарь. Мне нужно их, я думаю, выложить чуть-чуть. А точнее отправить по своей супер-мега-дупер-системе. Четвёртвая звезда у меня. Алмазов ты мне, по-моему, немножечко не добыл. Ну ладно. Зато я добыл себе очень много сланца таким способом. Балабумс! Теперь крафчу себе 4 маяка. Теперь, когда у меня есть 4 маяка, мне необходимо их как-то активировать. И чтобы их активировать, мне потребуется каков-нибудь рудный блок. И самый лёгкий рудный блок для меня сейчас это изумрудные блоки. Надо мне их где-то... Я не знаю, сколько мне их надо, но явно больше 3 стаков. Ну и не больше, скорее всего, 5. Ну и чтобы эти изумрудные блоки получить, я, конечно же, отправлюсь к своим жителям. И буду им сторговывать великолепнейшие палки. И за это получать очень много изумрудов. У меня здесь куча дерева. Мне, наверное, хватит, а может и не хватит. Ну и что же, мне предстоит долгая и нудная торговля. И последний, четвёртый стак. Не знаю, хватит ли этого количества, но сейчас мы это и узнаем. Эм, а чё ты тут делаешь вообще? Ты, по-моему, немножечко... Эм, должна быть вон там, вот, а не на вершине горы. Маяк я хочу поставить где-то, наверное, вот в этой части, потому что... Не знаю. И первый маяк, бамс. И новое достижение, желанный свет, а также маяковский. Отлично, теперь нужно поставить ещё маяки. То есть вот так, вот так, вот так вот. И теперь надо сделать так, чтобы они активировались. И проверка все на максимум. Это прекрасно. И у меня даже осталось 40 изумрудных блоков. Я пока что не хочу себе никакие эффекты, тем более они заслоняют экран. Они просто будут красиво смотреться на базе богато. Теперь можно перейти к следующему пункту. И этот пункт самые необходимые предметы в Майнкрафт Хардкоре. И этот предмет-то темп бессмертия. И мне он просто необходим. И получать я его буду с помощью фермы. Самую простую ферму я хочу построить. Но прежде чем её построить, мне нужно найти аванпост разбойников. И также желательно деревню рядом с ним. Потому что без этого я никак не смогу сделать эту ферму. Потому что постройки этой фермы нужны жители. Вот. Ну и я отправлюсь сейчас на поиски этого самого аванпоста вот в ту сторону. Ау-ау-ау. Аванпост. Ура. Наконец-то. И есть ли здесь деревня? Да, здесь есть деревня. Прекрасно. Ну что же, скипаем скучный таймлапс. И... Ну что же, ферма готова. И как я и говорил, она самая простая и самая лёгкая. Но несмотря на это, я думаю, она мне даст достаточно много тотемов. Как я буду в неё спускаться? Вот таким вот образом. Вот здесь вот такой вот люк. Сюда я падаю. Здесь немножечко всё вот так вот обустроено. И здесь я буду калашматить разбойников. Осталось лишь проверить, работает эта ферма и работает ли она вообще. Теперь мне нужен челик с флагом. И его мне нужно убить пять раз, чтобы получить максимальный уровень рейда. А именно пятый. Ведь именно с этим уровнем я получу больше всего тотемов. У меня уже есть второй уровень. Прекрасно. Есть! Всё, пятый уровень есть. Нужно сматывать, а то мне сейчас здесь будет плохо. Аккуратненько. Я надеюсь, всё получится. Я нигде не оплошал. Так, да, да. Рейд пошёл, рейд пошёл. Дратути. И первая волна отбита. Прекрасно. Дружище, а почему ты не сжигаешься? Ты должен по задумке в лаве гореть. Похоже, я что-то сделал не так вот. И почему-то быки не погибают. Странно. Первый тотем! Ура! Какой же я красивый. Ну, конечно, кто бы сомневался. Здратути. Скорее всего, лаву надо переместить на один блок ниже. Ещё один тотем. Третий тотем. Четвёртый тотем. Там опять что-то застоприлось. И ёлки-палки, там призыватель на этом бычаре. У меня ещё стрел с собой нету вообще. То есть они все кончились. Ой-ой-ой-ой. И, кстати, пятый тотем. Шестой и седьмой тотем. О, нет. Тихо. На. Что? Тихо. Нет. 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 Давай. Иди. Ииии. Рейд закончен. Всего сейчас у меня в инвентаре шесть тотемов. Это достаточно хороший результат. Плюс ещё два я просрал. Из-за того, что неправильно разлил лаву. Но я хочу попробовать ещё раз отбить рейд. Опять же, пятого уровня. Но я сейчас переставлю вот эту лаву на один блок ниже. Лава переставлена. Теперь нужно опять поубивать этих кентиков с флагами. А затем уже отбить ещё один рейд. Всё, дурное знамение пятого уровня имеется. Теперь отправляюсь на ферму. Пошёл процесс. Вот, теперь всё работает правильно. И бык горит. И за этот рейд у меня плюс восемь тотемов. Это мега супер дупер прекрасно. И за эти два рейда я ещё заработал два стака изумрудов. Заберу ещё с собой святокаменную пыль, сахар. И так как у меня сейчас закончилась золотая морковка, дружище, подъём. Продай мне, пожалуйста, чуть-чуть хлеба, чтобы я успел до дома долететь. Всё, теперь можно уже отсюда сматывать. И теперь я смело могу сказать, что все поставленные мною задачи выполнены. Ну а на этом всё. Ставь лайк, подписывайся на канал, пиши коммент и вступай в мой дискорд сервер. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!